всем привет ну что сборная россии проиграла хорватии за счет автогола кудряшова давайте обсудим этот матч сборная россия провела просто ужасный матч просто ужасный и все 90 минут 90 80 минут 82 минуты первые 82 минуты сборная россии просто отбивалась это был не автобус нет ребят это был не автобус а это был просто вынос мяча все 82 минуты первые это был просто вынос мяча отвратительная игра сборной россии причем что прикол в том что сборной россии повезло с погодой просто жутко повезло весь второй матч и второй тайм мяч просто вяз в воде и никакого паса не было то есть нельзя было удар дать по никуда пас ну то есть все удары были теле навесом или черпачку вот сборной россии повезло с погодой очень сильным был фарт кроме того сафонов тащил тащил стопроцентный момент и тащил вытаскал момент все все прекрасно было потом автогол автогол все но ребята я вам скажу что сборная россии сыграла отвратительно просто отвратительно никаких вообще контратак не было вообще то есть поймете многие команды играют от обороны да вот всем берды вкал от обороны только он оборонялся перед штрафной наши все стояли штрафной все 82 минут все 82 минут они стояли штрафной и выбивали мяч этот просто никаких вопросов выбивали выбиваю куда-нибудь туда никто там не цеплялся я я жестко скажу и вообще на стриме очень жестко это сказал сейчас я не могу сейчас жестко сказать да потому что ролик будет выложен так вот этот матч провалил карпин вот этот физкультурник это провалил этот матч этот физкультурник для которого этот матч меня не имеет этого значения это неважный такой матч вот ростов-урал этот матч провалил этот физкультурник я вам объясню все по фактам все вот эти секти карпин я объясню все это по фактам во-первых по составу матч начался я перед матчем сказал что состав неправильный небо неправильный во-первых не набло кудряшова вставлять левым защитникам там было место него поставить чистяков надо чистяков поставить или это поменять защитниками вместо всем караваева на левый фланг отправить чистякова на право да ну кудряшовы но никак он не подходит в этот состав сборную никакими последствиями он са он у него очень медлительный он очень старый У него возраст чуть ли не как у Ибрагимовича. Ну никак ты не подходил по этому составу. Это был первый вопрос. Второй вопрос. По Бакаеву зачем надо было его выпускать? Ты его выпускаешь под полузащиту для какой-то техничной игры? Там не было никакой техники. Зачем ты техничного игрока выпускаешь? Там нужно было выпускать бегунка. Бегунка? Кто в полузащите у нас сейчас? Бегунок или такой, который очень много выполняет в работы? Ярохин. Вместо Бакаева надо было выпускать Ярохин. Это во второй момент по составу. И третий момент. Надо было играть без нападающего Валера. Надо было играть без нападающего. Ты еще не того нападающего выбрал. Тебе надо было не Смолова выпускать. Надо было выпускать Сергеева или Заболотного. Который бегает много. Надо было Сергеева выпускать. Который бы много выполняли бы работы. Смолов он лентяй. Он не выполняет много работы. вот уже 33 ошибки по составу три ошибки по составу карпина был этот матч проиграл валерий карпин это полностью матч про проваленный карпин ну ребята ну ну хорошо ну вот идет вот я я я болел на стриме вы себя можете посмотреть там как я там орал на них ну все ребята идет 72 минута вот 72 минута да и 0-0 поле разбитое лужи вокруг да и понятно что идет игра на 0-0 то есть там должен быть счет или 1-0 или 0-0 то есть или хорваты забьют или мы отстоим к нулевую чу и пройдем на чемпионат мира 72 минут осталось 18 минут играть вот и он меняет смолова на заболотного тут пусть у нас там один нападающий все-таки бик то есть нападающего менять на нападающего но зачем валера ну 18 минут осталось надо укреплять сильно опорную зону тебя вообще не было в этом матче опорная зона выпусти ты вместо нападающего опорника да много команд которые играть вообще без нападающих и выиграют и забивают там не нападающие полузащитники но укрепи ты опорную зону нет и блять и ты берешь и выпускаешь этого где берешь и выпускаешь этого раза за болотного за для чего ты выпустил выпустил за болотного на было без нападающих вот последние 18 минут нужно было без нападающих играть просто выбивать мяч просто выбивать 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 и хоть как там усилить опорную зону не надо забнина выпускать на тоже 72 минут зачем для чего ты забнина вообще выпускал то что он спартаковец да и пока спартаковец ты бы не поэтому выпускал зачем забнина было выпускать на было выпускать вместо смолова на было выпускать там ерохина да и кого-то еще там чтобы в опорную зону и все и оборонять эти эти ноль-ноль все ты выпускаешь вместо одного нападающего пускаешь другого нападающего а заболото не знает что делать и он опускается чуть-чуть к своей штрафной но это не опорник валера ты понимаешь вообще что такое опорник с оставим со своим дипломом тренерским в общем парни этот матч проиграл поначалом сборной россии это да это валера карпин ты полностью проиграл матч полностью это полностью валера в валера от слышит меня ты ты проиграл этот матч именно ты проиграл ты а не футболисты. Футболисты бились. Это ты проиграл этот матч. Ты. Потому что ты совершенно неверный состав выбрал. Более того, по ходу матча, когда благоволилась судьба тебе, ты неправильной заменой сделал. На 72-й минуте кого ты выпускаешь? Ну зачем ты без нападающего выпускаешь нападающего? Ну наши защитники уже подсаживаются, да? Но выпустят кого-то в опорную зону, чтобы помочь защитникам. Но все равно нападающего... Весь матч мы играли без нападающего. Мы играли в десятером, по сути. Ой, боже мой. Ну что за... Ну просто отдали матч. Именно Валера Карпина отдал мяч. Ну, конечно же, сразу же сектанты Карпина прибегутся и скажут, нет, мы с Валерой хорошо все играем. Лишь бы только с Черченовой зубы. Боже, как вы надоели уже. Вы болеете не за сборную России. Вы болеете за Валеру Карпина. И раньше болели против сборной России. И на чемпионате мира в России вы тоже против сборной России болели. Потому что там Черченов, он плохой. Чем он плохой? Чем он был плохой? То, что он пальцы гнул, ну и что? Зато игра была. Мы играли с этими хорватами на 2-2 чем на чемпионате мира. Так у нас там была игра. У нас была там игра. Мы реально играли в футбол. Мы проиграли 2-1 из-за рикошета. Вот там такой же был рикошет. Дополнительное время. Только Фернандес забил головой. Мы там не чувствовали по игре. Абсолютно по игре. Там была игра. А тут не было игры. Тут не было даже автобуса никакого. Тут просто все 82 минуты было выбивание мяча. Просто выбивали, выбивали, выбивали. Карпин не играет. Он не тренер. Вы понимаете? Это физкультурник. Он занимается физкультурой. Он не тренер. Вот он все матчи провел со сборной. Он полгода тренирует сборную России. Что он сделал? Скажите, что он сделал? Он сделал игру нашей сборной. Мы со словаками отскочили точно так же. Словаки били-били по нашим воротам. А в результате словаки сами себе забили. И все, мы так выиграли. У нас нет игры. У нас в сборной России нет игры. Ни в каком матче у нас никогда не было игры. Не было. У нас единственное светлое петло. Это Сафонов и все. Валера Карпин никакой работы со сборной не провел. Не провел совершенно. Его работа неудовлетворительная. Вы могли проиграть и 3-0, и 3-1. Но так играть это ужас. Ужас. Это не было автобусом. Это было просто все 82 минуты было выбивание мяча из штрафной. Просто вынос мяча. С первой до 82 минуты. Просто вынос мяча. Это вот вы называете такую игру. Ну, нам не повезло чуть-чуть. Ну, Валеру верю. Мы в него верим. Лишь бы только не было Дзюба и Черчеса. Лишь бы только... Ой, давайте, давайте Валерину икону поставим. Да я не хочу этого тренера. Мне вообще наплевать, кто тренером будет. Мне наплевать. Я хочу, я болею за сборную России. Мне все равно Черчеса в карте. Но я вижу, что он не тянет. Совершенно. Карпин не тянет. В какой команде... Вот скажите хоть одну команду, назовите, в которой Карпин создал командную игру. Хоть было видно. Ни в одной команде у него не было никакой игры. Его еще и после Армавира, от Армавира называли 0-0. Когда он там 6 матч подряд сыграл 0-0, и Армавира вылетел в ПФЛ. У него никогда не... Он никогда не строил игру. Вот он языком молоть может. Я вот такой, такой... Иди, эксперта, на Матч ТВ. Там таких любят. Но ты не тренер. Ты не тренер. В общем, парни, это ужас. Ужас. Мне игрок сборной совершенно не понравился. Не только мне. Он ловчий вообще ушел из студии на матч премьер-бол. Там репортаж. Он просто выкинул микрофон и сказал, это просто ужасная игра сборной России. Он не по-другому это сказал. Сказал, это позор. Я считаю, это тоже позор. И все вот эти секта Карпина, вы понимаете, что вы уничтожаете сейчас нашу сборную? Ну, если бы я был главой РФС, я бы убрал сейчас Карпина. Просто уволил бы. Поставил на него и вместо Шварца и Динамо. Кто-то скажет, ну там же игроки у нас слабые. У нас игроки слабые. Ребята, у Шварца и Динамо Москва. Игроки тоже слабые, тоже молодые. И он с ними работает. И как он с ними работает? Он весь в игре. У него растут игроки. Он раскрывает игроков. Мы строим сейчас молодую команду. Да, у нас молодые игроки, кроме Кудряшова. Но чтобы их раскрывать, нужен тренерский талант. И вот у Шварца есть тренерский талант. Понимаете это? Есть тренерский талант. Но Карпин это ни о чем. И Симак это ни о чем. Вы думаете, что там и Симака будет закрыт. И Симак это дно. И Талалаев дно. И Божевич это дно. И этот, в Спартаке, кто там? Ру Витори тоже дно. А Шварц очень хороший тренер. Он бы именно с такими молодыми командами он бы хорошо развивался. Это был видный прогресс. Команда с каждым днем все лучше и лучше играла. А с Карпином ничего не будет. Поверьте мне, ребят. Этот матч проиграл Карпин. Из-за того, что он неправильно выставил состав, во-первых. Во-вторых, то, что уже в конце игры, там 72-ая минута, он неправильные действия сделал. Неправильные замены совершенно. Он не понимал игру. То есть он не понимает игру. И игру он никакой не строит. Никакой игры он не строит. Я, конечно же, секте Карпина будет наплевать. Да вы ничего не понимаете. Пусть строит. Куман в Барселоне тоже строил два года. Пока все не разрушил. В руины. То же самое. Никакой игры не было там. Просто было. Стагнация. Я сразу сказал, через две недели, как он пришел в Барселону, и сказал, это дно. Так же я и говорю, что Карпин строить команду здесь не будет. Просто я бы согласился бы на Карпина, словно говоря, если бы он хоть где-то построил свою игру. Но у него никогда не было игры. Ни с московском Спартаке, которого там терпели, 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 терпели. У него не было игры. Я уже это помню. Ни в Ростове не было. Ни в Торпедо Мармамир тоже не было. Вот. Вот такая у меня эпичный рассказ про Карпина. Я считаю, что этот матч проиграл исключительно Карпин. Карпин из-за того, что неправильный состав выставил, из-за того, что он совершенно за все это время не сформировал игру команды, это просто было выбивание мяча из штрафной. Это было не игра в обороне. Это было выбивание мяча. Все игроки играли из штрафной. Была полностью уничтожена опорная зона. Вот. И второй момент. Он, конечно, по ходу матча, он, конечно же, сделал неправильные замены. И он не понимал, о чем идет речь. Речь шла уже о том, что надо задержать 0-0, надо было бы улучшать опорную зону. Но это я не понял. Вот такое мое мнение. Вот такие дела, ребята. Пишите, что думаете. И приходите еще на стрим. Сегодня еще один будет стрим. 22.45. Будем стримить матч Испании. Всем пока.